здравствуйте друзья в этом видео уроке мы с вами разберемся как обновлять прошивку на юсб зигби координаторах на базе модуля efr32 mg21 например санов забодонгл е или за бегово 04 про которые я делал обзор ссылки вы найдете в описании это нужно для того чтобы решить проблему с засыпанием подключенных к нему устройств процесс прошивки очень простой и не требует никаких специальных знаний инструментов не понадобится разбирать стик что-то паять и даже устанавливать специальные программы все делается через браузер обновлять можно и новое устройство те что уже работают подключенные к ним устройство переподключать не придется я не являюсь автором этой инструкции и написал один из участников telegram группы общения по умному дому ссылку на которую вы найдете в описании я лишь все проверил и снял этот обучающий ролик давайте теперь обо всем подробнее а пока попрошу вас поставить лайк этому видео чтобы его могли найти больше людей и подписаться на мой канал если вы не сделали этого раньше начнем с популярного координатора санов забодонгл е моем случае с завода на него установлена 8 версия езсп ревизия 610 3 297 билд для проверки я подключил пару устройств розетку нас в r01b она является роутером zigbee сети и датчик открытия санов это конечно устройство тут принцип простой если отвалится то отвалится все поэтому не создавал большой сетей далее нужно остановить zigbee to mqtt отключить стик от сервера умного дома и подключить его в любой свободный юсб порт вашего компьютера дополнительно ничего делать не надо просто воткнуть как флешку далее по ссылке в описании под видео переходим в репозиторий прошивок для езсп и качаем последнюю версию на дату выхода видео 7110 файл сохраняем на диске здесь и далее я использую windows версию браузера chrome теперь переходим по второй ссылке в описании на страницу за езп мультитул нажимаем кнопку езсп и в появившемся окне указываем координатор подключаемся слева вверху должно появиться название стика и надпись local далее нужно нажать на красную кнопку с надписью seteabel она открывает бутлоадер координатора это необходимо для прошивки теперь нажимаем на надпись local справа появится строка выбора файла в ней указываем путь к сохраненному ранее файлу прошивки вместо кнопки seteabel теперь кнопка white нажимаем на нее и ждем завершения процесса прошивки теперь стик отключаем от компьютера и возвращаем на место запускаем zigbee2mqtt и ждем пока аддон запустится появились сообщения ошибок не видно идем в интерфейс и проверим работу подключенных устройств розетка на команды реагирует все в порядке датчик открытия проверяем реакцию на магнит тут тоже все в порядке датчик работает посмотрим версию прошивки теперь девятая версия езсп ревизия 7110 273 билд обновление прошло корректно эта прошивка более стабильно теперь проверим все то же самое на другом стике zb gv04 обзор на него тоже есть в описании под видео он более дешевый чем санов у него тоже установлена 8 версия езсп но более старая ревизия 6790 405 билд устройство я к нему подключил те же самые розетку переходник с энергомонитором и датчик открытия от санов алгоритм точно такой же останавливаем zigbee2mqtt и переключаем стик юсб порт компьютера повторяю все те же действия с использованием того же файла прошивки который я скачал чуть ранее указываем порт открываем bootloader выбираем файл прошивки и прошиваем его после завершения процесса отключаем стики возвращаем на место проверяем zigbee2mqtt запустился корректно ошибок я не обнаружил посмотрим работают ли подключены устройства розетка все в порядке датчик открытия тоже все хорошо версия прошивки 9 версия езсп ревизия 7110 273 билд как видите процесс прошивки очень простой и с ним может справиться абсолютно каждый как я и сказал прошивка должна исправить проблему с засыпанием подключенных координатора устройств комментариях под видео напишите помогла ли она вам на этом все надеюсь что видео было вам полезно и интересно буду благодарен за ваши лайки это поможет распространению видео если вы не хотите пропускать новые выпуски подписывайтесь на мой канал в описании под видео вы найдете ссылки на все необходимые ресурсы другие видео по этой теме а также на мой телеграм-канал и группу общения по умному дому вы можете поддержать канал став его спонсором или другим способом которое вы также найдете в описании спасибо за внимание до новых встреч всем мира